Все. Добрый день, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня у нас следующая лекция по этому курсу. Она называется «Октябрьская революция и современная Россия». Ну, напомню, что «Октябрьская революция» по старому стилю прошла 25 октября 1917 года в Петербурге. В Петрограде тогда он назывался. Или 7 ноября по новому стилю. И вот реакция на эту революцию была, естественно, различна. Я начну с этой реакции. Три года или два с небольшим года назад, как раз было, столетие со времени этой революции. Вот накопился целый ряд проблем, которые нуждаются в анализе, обсуждении, публичном, профессиональном, переоценке чувств, которые были характерны для людей, живших в советском государстве. Вот я среди них, и я тоже этим занимаюсь. Ну, начну с рефлексий. Какие по поводу этого события революции мы можем выделить рефлексии? Самые разнообразные, противоположные. Вот я начну с двух. Ну, известна вам, видимо, Зинаида Гиппиус. Если кто ее не читал, найдите в поисковике «Последние годы». Целое собрание сочинений издается. И ее среди них находятся также ее записки. Они называются «Ничего не боюсь», изданы в 2004 году. И вот спустя два месяца после революции Зинаида Гиппиус записала в своем дневнике «Европа во имя вселенского разума, во имя единой культуры человечества, преклони ухо к нам, преклони ухо к нам, услышь нас полузадушенный голос. Ведь и мы, хотя мы русские, мы люди одного духа, мы интеллигенты-работники той же всемирной нивы человечества. Мы умираем в снегах, залитых кровью и грязью. Но от нашей весенней революции, то есть от мартов, февральско-мартовской, мы не отказываемся. Тем менее можем мы отказаться от нашего человеческого разума. Проклинающего убийцу России и от всех завоеваний человеческого духа в эти звериные темные дни. «Европа, не забывай, мы с тобой, хотя ты не с нами». Вот такой фрагмент спустя пару месяцев. Дневник, так еще известный есть деятель русской культуры, художник, живописец, теоретик, литературовед Александр Бенуа. Тоже в дневнике, двухтомный его дневник вышел сравнительно недавно, в 2010 году. Каждый может его найти в своем дневнике. Спустя три месяца, уже не в январе, не в январе, а в феврале, он записал вот что. Все значение России станет действенным с того момента, когда она войдет в состав других политических организмов. Я верю в русскую мысль, а не в русское государство. Жена его требовала как можно быстрее уехать, покинуть эту ужасную страну. Я-то это знал всегда, резонирует Бенуа, но она только теперь начинает понимать весь ужас быть русскими гражданами. Вот эту ситуацию, реакцию точнее двух выдающихся деятелей культуры, я сделаю исходным пунктом размышлений. Вот они под влиянием произошедшей революции вынуждены были записывать в дневнике, декларировать свою веру в Европу, во вселенский разум, в единую культуру человечества, в февральскую революцию, в русскую мысль и неверие в октябрьскую революцию и русское государство в целом. Какая констатация? И оба они подчеркивали, как видите, состояние ужаса оставаться русскими гражданами после Октябрьской революции. Оба спустя некоторое время покинули Россию. И оба связывали свою веру во вселенский разум и единую культуру человечества и русскую мысль как часть мировой интеллектуальной культуры с перспективой входа России в состав других политических организмов. Аналогичных суждений можно привести еще довольно много, но я этим заниматься не буду. А поставлю вопрос, воспроизводился ли конфликт вот этих век? Я верю в русскую мысль, а не в русское государство. Хотя не совсем точное здесь выражение государства, термин государства, в большинстве случаев употребляется без уточнения. Есть государство, это определенная идея, которая связана с определенными реальными состояниями. Вот один из шаблонов русской мысли, точнее не столько мысли, а сколько повседневного поведения, состоит в том, что сплошь и рядом под государством мы понимаем деятельность здесь и сейчас существующего правительства и всего аппарата управления государством. Такой вот шаблон существует. И эти люди, о которых я сейчас говорю, тоже не были свободны. Речь идет об отношении к правительству скорее, а не к государству. И вот возникает вопрос, воспроизводится ли конфликт этих век в мысль и государство на протяжении столетия после революции? И существует ли этот конфликт сегодня в России? Ну, забегая вперед или немного в бок, да. Можно обратиться для ответа на этот вопрос не так, как я дальше буду вам тут излагать, а можно обратиться к результатам социологических исследований Левада-центра, других социологических исследований. Насколько этот шаблон, шаблон отождествления государства с правительством и насколько воспроизводится ли он до сих пор? И я вот думаю, что для ответа требуется поиск и отбор таких источников, в которых фиксируется конфликт между правительством и населением России, между мыслью и государством, соответственно, если мы отождествляем его ныне, здесь и теперь существующим правительством. Ну, надо учитывать, что 74 года Великая Октябрьская социалистическая революция, так она официально называлась, считалась началом новой эры в истории человечества и оценивалась положительно, и оценивалась положительно. В 91-м году эта эра закончилась. Правда, только по календарю, за которым не всегда следует изменение содержания социально-политической жизни. Но за прошедшие годы, уже вот скоро, 91-й, 30 лет скоро, да, за прошедшие годы в России вышло множество книг, в которых революция оценивается отрицательно. Но столетие революции, вот в 17-м году, оно состоялось в условиях господства неосоветизма на неороссийском пространстве. Вот этот термин «неосоветизм» пользуется значительно часть ученых для обозначения того социально-экономического устройства и политического режима, который существует в современной России. Термин «неосоветизм» означает воспроизводство советских схем организации экономики, политики и духовной сферы в современной России. Значит, можно сказать так, что формальная отрицательная оценка к Октябрьской революции может быть переплетена со скрытым или явным пиететом ко всей советской истории. Поэтому фронт анализа при ответе на поставленный вопрос о конфликте веры в мысль и государство сводится к описанию всех внешних обстоятельств и личных, если угодно, сокровенных мотивов каждого индивида, точнее, или сокровенных мотивов согласия или несогласия всех поколений прошлых и настоящих жителей СССР России на протяжении ста лет оставаться гражданами страны или эмигрировать из нее физически, политически, нравственно или духовно. Поэтому предметом анализа становятся сотни миллионов человеческих судеб, множество индивидов, обладавших мужеством или трусостью на протяжении XX века жить и умирать на шестой части Земли с названием «Кратким Русь», как писал Сергей Есенин. А также надо учитывать деятельность всех институтов и учреждений, формирующих условия жизни и личные мотивы оставаться в стране или бежать из нее. Но, как вы помните, в России советской в этом цикле Есенин писал, он собирался прославлять Русь, «Тогда, когда по всей планете пройдет вражда, исчезнет ложь и грусть». Ну и тогда всем существом поэте я буду прославлять шестую часть Земли с названием «Кратким Русь». Но вражда племен, если слова-то термином выражаться Есенина, вражда и грусть не исчезли до настоящего времени, к сожалению. Поэтому, как считать это таким поэтическим преувеличением или красным словцом? Не надо, я думаю, доказывать, что ни вражды, ни лжи, ни грусти к настоящему времени не исчезли. Не исчезли, да. Да. Так вот, кто же был прав? Есенин или Бунин? Нобелево-Нобелиант, один из трех нобелевских лауреатов во всем XX веке. Трех? Да. Так, Бунин, затем Шолохов, даже четырех. Затем Бродский, кто еще? А, Солженицын, да. Четыре нобелевских лауреата в области литературы в XX веке были. Первым из них был Иван как раз Алексеевич Бунин. И вот в своих записных книжках устами Бунина, кто интересуется литературой, всегда интересно узнавать сокровенные мысли человека по тем дневникам, которые он пишет в течение жизни своей, а не по всякой его официальной, если угодно, части, которая далеко не всегда отождествляется с настоящим, подлинным, если угодно, существом и образом жизни и мысли человека. Так вот, под этим углом зрения можно перечитать Бунина, можно перечитать Бунина, вот его трехтомник устами Буниных, дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы вышли тоже в двух томах, не в трех, а в двух томах вышли. И вот в этих дневниках, среди прочего, Иван Алексеевич Бунин под впечатлением революции и гражданской войны записал в своих книжках «Русский народ – это бестовость, слабоволие, разрозненность, недоведение дела до конца, вечная вражда партии, подставление друг другу ножки, азиатское интриганство, не желает, как он писал, или не могут свергнуть это иго, двести лет под татарами сидели, теперь советской власти подчиняются». Или, как в другом месте писал, «Как надоело всему миру своими гнустями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь Русь, подлая и залгавшаяся страна». Короче, положительная и отрицательная оценка Октябрьской революции СССР, России и жителей этой страны до сих пор может быть подкреплена ссылками на противоположные мнения людей, создающих ее художественную и интеллектуальную культуру. Но это Бунин писал в 30-е годы, на рубеже 20-30-х годов. А сегодня можно ли мы встретить аналогичные высказывания? Вполне достаточно прочитать Юрия Нагибина, скажем, его книга «Биография» или как она называется. Найдите, перечтите не торопясь, и там найдете аналогичные, еще более хлесткие высказывания на этот счет. Да, противоположные, короче, мы сталкиваемся с противоположными оценками всей истории, культуры, литературы, населения России до сих пор. Можно от Чаадаева эту традицию, можно от князя Щербатова, можно вот в 20-м веке я тут пару суждений привел, сослался еще на кого-то и так далее. Противоположное мнение существует на сей счет во всей литературе, как в художественной, так и в научной тоже самое, в историографии существует на сей счет до сих пор. Но независимо от этой оценки, от противоположной оценки, главный, конечно, факт состоит в том, что жители страны до сих пор не разбежались, хотя три четверти из них родилось в Советском Союзе, само существование которого сегодня вызывает разноречивые оценки. Ну, и возникает, если мы серьезно относимся к высказываниям, вот приведенным, Зинаида Гиппиус, Александра Бенуа, возникает проблема определения меры индивидуального осознания счастья или ужаса быть советскими или русскими гражданами с учетом действия жестокого, жесткого правила. Граница большую часть столетия находилась на замке с той и с этой стороны. А согласие жить в этой стране никто ни у кого не спрашивает. Не спрашивает. Поэтому я переформулирую этот вопрос в языке Альберта Хиршмана, современного выдающегося социолога, экономиста, советником. Он был в ряде латинских государств. Несколько книг его уже вышли. Несколько книг его уже вышли. Ну, я отсылаю вас к его книге «Выход, голос, верность». В 2009 году издана такая небольшая книжечка резервировского такого вот формата. «Выход, голос, верность». Речь идет, там он описывает различные реакции на кризис государства в этой книге, на кризис государства, кризис организаций, имея в виду политические партии, профсоюзы, учреждения, государственный аппарат в целом выписывает детально, по детальным образом и изучает реакции. Вот «Выход, голос, верность» – это три ситуации, которые предлагает Альберт Хиршман применять для оценки всех когда-либо существовавших организаций, в состав которых входит государство, производственный коллектив, группа какая-то социальная и любые человеческие сообщества. «Выход» – это когда мы бросаем, соответственно, решаем порвать все связи, порвать все связи с данной социальной общностью. Данной социальной общностью. Ну, образом, здесь вот эта метафорика «Выход, голос, верность», он базируется на примерах из истории, из реальной истории Соединенных Штатов Америки преимущественно, хотя не только. Но почему Соединенных Штатов Америки? Потому что, ну, миграция постоянная, население, со времени появления предков, современных американских граждан на восточном побережье Атлантического, точнее, на восточном побережье Северной Америки. И вплоть до 20-х годов, 30-го века и больше сопровождалось чем? Движением, постоянным движением на Запад. Вот это вошло в стереотип, в поведенческий стереотип. Надоела общность эта. Снялся с места и поехал. Целые к настоящему времени передвижные дома на колесах сооружены, как результат действия этой границы. И вот эту ситуацию Хиршман предлагает использовать для описания вообще поведения людей в самых различных странах. Выход – это то, когда мы порываем связи, начиная с семьи и заканчивая государством. Заканчивая государством. Голос – это ситуация в переводе на другие языки. Иногда название переводится иначе. Лояльность, критика, разрыв. Вот название этой книги воспроизводится. Вот тут переводчики сочли выход, голос, верность. Под голосом имеется в виду резко или более или менее критическое отношение каждого члена общества, общности, общности, к этой данной общности. От согласия с ней заканчивая до резкой, соответственно, критики. А верность – это или лояльность к другим словам. Это тогда, когда мы храним верность этой общности, этой общности. Вот. Поэтому я повторяю, что я эту вот концепцию Хиршмана использую для переформулировки вопроса. И так его осознаю. Каковы личные мотивы и внешние причины лояльности, критики и разрыва эмоциональных, материальных, политических и духовных связей с Советским Союзом и Россией всех мертвых, живых и еще нерожденных поколений индивиду. Всех поколений под этим углом зрения, придавая рассматривание. И надо сказать, что надгробие, над могилами отечественных и зарубежных кладбищ, на которых похоронены миллионы аборигенов и эмигрантов, а также статистика вынужденной эмиграции, вынужденного бегства или добровольной эмиграции из страны за сто лет, тоже свидетельствует о важности проблем. Ну, можно прочесть особую лекцию на тему миграции из России на протяжении этой сотни лет под влиянием различных событий, но этим мы сейчас не занимаемся. Ну, о важности проблемы я думаю, что всякое честное и прямое слово на эту тему никогда, мне кажется, ценности не потеряет. Я привел вот тут несколько таких прямых, резких, нелицеприятных, если угодно, характеристик. Вот тогда, когда человек прямо говорит, вот тогда какой-то элемент истины в этих высказываниях имеется, безусловно. Хотя и дипломатичность и обходительность тоже иногда не помешают. Так вот, ценности не потеряет. Я думаю, что прямое слово на эту тему не потеряет ценности. Хотя градация, конечно, тут может быть построена различной. Я хотел бы в развитии этого общего тейса сослаться еще на одного выдающегося деятеля отечественной нашей культуры, философа Густава Густавовича Шпета, который исчез в сталинских лагерях, а собрание его сочинений вот после 2000 года уже более десяти тому издано, философ Густав Густавович Шпет. И вот среди прочего, я в его сочинениях сто лет назад, когда я этот текст писал, это как раз в семнадцатом году это было, даже чуть-чуть там немножко раньше, кажется, на годы летом, кажется, 2015 или 2016, сейчас не помню. Ну вот, фиксирую, что сто лет назад, в августе 1917 года, то есть накануне Октябрьской революции, за два месяца до этой, до большевистской революции. Густав Густавович Шпет в письме жене писал следующее, чем больше теперешние любители России, любители он брал в кавычки, будут стараться на проведение своих идей, связанных с прошлым и своими корнями, тем труднее будет создание новой России, тем труднее будет создание новой России. С Россией произошло то же, что с домом Романов. И чем скорее Романовы, то есть поколение царской династии, чем скорее Романовы придут к сознанию нового положения, смиряться и отбросив державные планы, примутся за мелкую и скромную работу, тем им лучше. Россия писал Шпет «Должна отказаться от мировой политики, перейти на роль второстепенного и даже третьестепенного государства, заняться внутренним устроением и культурой, 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 тогда она не погибнет вовсе, даст новых людей и новый патриотизм». В этом же письме Шпет писал «О своей ненависти к русской душе, но невозможности отказаться от размышлений о ней». Или точно он писал на этот счет «Не могу оторвать себя даже мысленно от России». Вот при чтении этого письма, этого отрывка, который я нашел в книге Татьяны Геннадьевны Щедриной, отсылаю вас всех, она очень интересную книгу написала «Архив эпохи», архив эпохи 2008 или 2007 года, там она анализирует как раз по сути дела идеи основных выдающихся русских философов начала XX века, первой, третьей, в том числе и Шпета, все это изучает детально, термин архив эпохи, она заимствовала у современного французского философа Мишеля Фуко, который под этим термином архив эпохи понимает набор, можно сказать так, набор основных идей, основных мыслей, основных, если угодно, ценностей, которые в каждый конкретный момент времени обсуждается в той или иной стране, иначе говоря, вот всегда в каждой точке пространства и времени существует то, что я могу назвать повесткой дня, публичных дискуссий или мод определенных, от которых мы в той или иной степени не способны оторваться, такие моды, в свое время я писал статью об интеллектуально-политических модах современной России, об этом мы можем говорить тоже специально. Так вот, Татьяна Геннадьевна Щедрина использует термин Мишеля Фуко под архивом эпохи, он понимал не только наличие тех идей, которые существуют в каждый конкретный момент времени и точки пространства в каждой стране, государстве, цивилизации, в городе в том числе, но и определенные отношения к данным идеям, определенные отношения к данным идеям, больше или меньше согласия с ними. Но такая степень согласия и несогласия должна устанавливаться всегда конкретно. Вот в общественной, в гуманитарной науке существует в каждой из них существует понятие майнстрима. Это главного направления, к которому той или иной степени тот или иной человек старается примкнуть. Но есть и другая совсем иная ориентация. Возможно, совсем иная ориентация, частично, которая отражает вот эти высказывания, что я здесь привел выдающихся русских художников, писателей, философов. Эту ориентацию современной британский философ тоже русского происхождения Исайя Берлин в заглавии одной из своих книг обозначает так against current против течения. Плыть всегда против течения, против мод, против этого самого майнстрима и так далее, и так далее. Вот две ориентации. И каждый из нас должен, мне кажется, размышлять на эту тему, кому примкнуть всегда эта проблема остается. Да. Так вот, вот что он писал, соответственно, Шпец писал своей жене за пару месяцев до революции. Ну вот при чтении этого отрывка в его письме, в его письме, меня будто ударило током. Я, почему? Потому что я обнаружил сходство мыслей русского философа и германского ученого. Вот это вот такой компаративный сравнительный подход, он существует в европейской науке достаточно распространенно, а у нас пока компаративистика, которая, естественно, предполагает знания истории, культур различных хотя бы двух-трех стран как минимум, а если больше, так это совсем хорошо, вот такой компаративный подход, он очень интересен, позволяет сопоставлять, и я в этом конкретном случае зафиксировал сходство мыслей, как я вам говорю, русского философа и германского ученого, конкретно, о чем, о ком идет речь. Вот изучением трудов, жизни, деятельности Макса Лебера, выдающегося германского социолога, методолога социального познания, но многими вещами он занимался, это классик современного гуманитарного знания. Я занимаюсь Максом Лебером с 74-го года, но только в 2007 году опубликованы переводы на русский язык его статей о России и русских революциях. Вот в этих статьях, в этих статьях такая небольшая книжечка Макс Лебер о России, найдите небольшая такого формата инфолио этой книжечки, да, в этих статьях о России Лебер исходил из того, что интересы государства, в том числе Российской империи, в том числе Российской империи, не являются объективными, подчеркиваю, не являются объективными, поскольку они зависят от идеалов и ценностей. В большинстве учебников до сих пор по социологии, там, по другим общественным наукам, термин интересы произносится как нечто такое, что является объективным. В большинстве учебников, я здесь с удовольствием сошлюсь сейчас опять же на Альберта Хиршмана, чтобы разубедиться в этом, найдите тоже его небольшая книжка «Страсти и интересы». Размышления там что-то о соотношении между страстями и интересами перед эпохой триумфа капитализма. Там опровергается сама идея объективности каких бы то ни было интересов, поскольку они производны от того, что в христианской литературе, точнее в христианской социальной философии называлось страстями. Целая тысячелетняя традиция существует и вот в этой книжечке это классика тоже современного гуманитарного знания. Альберт Хиршман показал, что то, что раньше квалифицировалось в рамках религиозного мировоззрения как страсти светской гуманитарной науки, начиная с 18 века до настоящего времени, квалифицируется как интересы в предположении, что это нечто объективное. А Вебер, вот вы видите, почему он крупный, выдающийся социолог, он считал, что интересы далеко не объективны, поскольку они, повторяю, зависят от идеалов и ценностей. Вот такая квалификация государственных интересов как чего-то объективного свидетельствует, что Вебер отвергал как раз целую традицию трактовки государственных интересов как чего-то объективного. Вот квинтэссенцией такой трактовки, это уже на мой взгляд, может служить предложение Ленина накануне революции, вот в его работе государства и революции использовать государство, существующее государство для создания нового общества. Использовать существующее государство, то есть аппарат управления государством для создания нового общества. И вот опять же столетний опыт государства и революции Ленин как раз в августе 17-го года написал там в разливе в шалаше Да, столетний опыт показал, что это предложение оказалось гибельным, потому что нового коммунистического общества, как это предполагалось в книжке Ленина «Государство и революция», которое бы соответствовало проекту этого коммунистического общества, до сих пор не создано. Какова грустная правда. И значит тогда, раз это так, и с учетом квалификации Макса Вебера интересов как чего-то субъективного, государственных интересов, мы можем сказать, что значит идеалы и ценности создателей и строителей советского государства оказались ложными и даже смертоносными для целых поколений его жителей. Вот я хотел бы напомнить также, что от Гегеля идет традиция трактовки международной политики государств как сферы реализованного произвола. Вот заключительная часть философии истории, можете ее перечитать, Гегеля, там говорится, что в сфере международной политики царит полный произвол. Полный произвол, поскольку множество сталкивается между собой разных государств, обладающих суверенитетом, толкующих по-своему этот суверенитет и так далее. И это все крайне непредсказуемо и становится, если использовать классический образ Томаса Гоббса, войны всех против всех для квалификации предпосылок общества, предпосылок общества. То можно сказать, что сфера международной политики до настоящего времени является как раз такой войной всех против всех. И раз мы говорим о международной политике как сфере реализованного произвола, то возникает вопрос, нельзя ли перенести такую трактовку международной политики на сферу внутренней политики советского государства на всем протяжении его существования. Так можно сформулировать следующий вопрос, который я тут формулирую, высказываю, выдвигаю. И вот в статьях Вебера о России и русских революциях можно обнаружить предпосылку для ответа на этот вопрос. Ну кратко, по его мнению, общая причина революции Октябрьской, он ее не принимал, но в то же время признавал, что причина русской революции состояла в том, что в результате реализации своих идеалов и ценностей царизм построил в России самую страшную измыслимых систему порабощения народов за всю историю. Самую страшную измыслимых систему порабощения народов за всю историю. Поэтому русские революции, по его мнению, надо оценивать положительно. Они были адекватной реакцией русского общества на государственные интересы правящих групп России, которые воплощались в идеалах и ценностях царизма. И Вебер квалифицировал русские революции 1905 и 1917 года как первую попытку перехода России в демократию. Вот эта попытка не увенчалась успехом. В России установилась диктатура большевиков. А вот причины краха этой попытки указаны выдающимся социологам по горячим следам событий. Если обобщить все то, что написано вот в этом небольшом сборнике, то Вебер зафиксировал четыре таких причины. Четыре причины перехода или попытки построения демократии к установлению диктатуры или различных форм авторитаризма. Кстати сказать, на прошлый понедельник наберите в поисковике, вышла статья профессора Глухова из Воронежского университета в независимой газете. Называется она «Три карты Владимира Путина». В этой статье она описывает детально сегодняшний вариант авторитаризма, установившегося в России. А там же попутно, в этом же номере журнала, можете найти мою статью, наберите так, Виктор Макаренко «О войнах и воинах действительных и мним». Там тоже описана другая модификация той же самой проблемы. Так вот, по Веберу, причины краха этой попытки, ну, грубо можно свести к четырем. Первый и главный из них является специфика российской бюрократии. Специфика российской бюрократии, значит, второй причиной перехода от демократии к различным формам диктатуры и автократии является специфика политического режима в России, связанная уже с определенным отношением между бюрократией и политикой. Специфика политического режима, значит, первая бюрократия, значит, деятельность бюрократии. Вторая специфика политического режима, которая устанавливается, которая является определенным отношением уже между политикой и бюрократией. Дальше. Дальше. Следующая очень интересная проблема, которая Вебером поставлена, я ее развиваю в своих книжках и статьях последнего времени. Вебер формулирует так. «Как исключить из политического процесса политических бездаль» во главе, там, он от царя обычно приводил, а также всех других, которые именуются, называются первыми лицами в государстве. Проблема исключения из политического процесса политических бездарей стала важной в России в начале 20 века. И он ее обсуждает. Если у нас хватит времени, мы об этом можем специально поговорить. И, наконец, четвертая причина. Вебер назвал ее так. «Взаимосвязь российского империализма, интеллектуализма и национализма», которую он описал в статье «Русская революция и мир». «Русская революция и мир». Ну, я могу сейчас все это конкретизировать. Ну, в книжке, которую я тут вот советую к этому спецкурсу, прочтите там внимательно. Там как раз проанализированы все эти конкретные характеристики. А сейчас я в заключение поставлю следующий вопрос. Можно ли считать эти проблемы, то есть специфика русской бюрократии? Второе. Определенное отношение между политикой и бюрократией. Третье. Наличие политических бездарей. Четвертое. Определенная взаимосвязь между русским интеллектуализмом, империализмом и национализмом. Вопрос я формулирую так. Нужно ли считать эти проблемы общими характеристиками политического контекста в России на протяжении 20 века? И если да, то как их решать в 21 веке? Как их решать в 21 веке? Вот так видится мне главный вопрос, позволяющий связать прошлое, настоящее и будущее страны. Ну и в общем виде, конечно, ответ на этот вопрос дается в громадном массиве научной и художественной литературы, опубликованной в России после 1991 года. В этой литературе, среди прочих, описаны различные аспекты второй попытки России в конце 20-го, начале 21 века осуществить реформы и перейти к демократии с одновременной фиксацией неудачи этой попытки. Из всего массива этой литературы я здесь отошлю вас только к трем книгам, в которых показана конкретно актуальность констатации Вебера для России конца 19-го, начало, то есть, пардон, 20-го, начало 21-го века. Ну, я отсылаю вас к книжкам Воронцова, профессора Воронцова, «В коридорах без власти», премьеры Ельцина называется книжка такая. «Воронцов В.А. в коридорах без власти», «Москва», академический проект 2006-го года. Юриста Михаила Александровича Краснова, следующая книжечка небольшая, она висит в интернете, найдите ее. «Персоналистский режим в России. Опыт институционального анализа». Заведующий кафедром государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, профессор Краснов, написал, дискуссия на этот счет провелась, довольно некогда нам об этом говорить. Ну, классика современной, если угодно, мысли юридической и социальной в России. «Персоналистский режим в России». Найдите ее, в интернете она висит, в 2006-м году. А также книжка Владимира Шейниса «Власть и закон. Политика и конституция в России в 20-21 веках». Москва, 2014 год. Там за 100 лет Владимир Леонидович Шейнин проанализировал соотношение между властью и законом в России на протяжении столетия. Все это приводит к тому, что до настоящего времени все эти характеристики, о которых писал Макс Вебер 100 лет назад, все характеристики государственного аппарата России воспроизводятся до настоящего времени. А выводы, совсем уже заканчивая, я сформулирую так. Выводы этих книг совпадают с результатами моих 40-летних исследований, которые резюмированы вот в недавно вышедшем двухтомнике моем «Русская власть и бюрократическое государство». А также вот в прошлом году в трехтомнике резюмированы моего собрания сочинений. Но только там работы опубликованы до 2000 года. Да. И совпадают с результатами, повторяю, моих 40-летних исследований. Я их формулирую так. Вот сейчас этот абзац вам сообщу и на этом, наверное, закончим. Можно говорить совершенно определенно. Ни политическое руководство бывшего СССР, ни правительство современной России даже не пытались извлечь практических выводов из теории бюрократии для преодоления тотальной бюрократизации государственной власти и управления. Первый театр. Второй. В России веберовская концепция рациональной бюрократии используется для апологетики существующего режима и манипуляции обществом. Третье. Современное российское законотворчество не выражает интересы населения, а обслуживает произвол вершины и других звеньев государственного аппарата. Следующий театр такой. Этот аппарат раскололся на несколько групп, ни одна из которых не выражает общие интересы населения страны. Затем политическая система российского государства устарела, а так называемая оппозиция была и остается частью властно-политического истеблишмента. И вот я думаю, что сам способ постановки и обсуждения социальных и политических проблем нынешней России является разновидностью манипуляции обществом со стороны власти и ее специальных и идеологических служб. Иначе говоря, мне кажется, что бюрократический контекст политики и управления государством является главным при обсуждении всех социальных и политических проблем сегодняшнего и завтрашнего дня. На этом я закончу с вашего разрешения. Хоть можно еще длинно говорить, конечно, конкретизируя каждый из этих тезисов. Но хотел бы подчеркнуть, что вот это вот совпадение мыслей русского философа и германского социолога накануне революции совпадает почти дословно. Почти дословное совпадение. Вот это чрезвычайно интересный феномен, чрезвычайно интересное явление. Причем с учетом того, что оба они в то время находились в воюющих между собой странах. Вебер в Германии, соответственно, а Шпет в России. И отсюда вытекает целый ряд выводов, которые питают, если угодно, стимулируют мысль в контексте вопроса. Случайно или не случайно это совпадение. Ну вот, развивая предложенный ход мысли, мы можем постепенно какие-то выводы получать. В процессе уже конкретных исследований, конкретных аспектов вот того многообразия или крупка проблем, о которых я кратко здесь вам сказал в пределах отведенного мне времени. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопрос. Спасибо большое, Алексей. Пожалуйста. Обычно у нас деловар дает вопросы очень активно. Да, Александр, как всегда. Виктор Павлович, если позвольте, я бы хотел спросить, я прямо процитирую Ленина из книги «Категория политической науки». Вот он пишет, что... Нет, у него такой книжки нету категории политической науки. Да, автор Андрей Юрьевич, Мельвиль. А, Мельвиль, да, пожалуйста. Да, да. Да, я с такой книг, такая книга. Вот я процитирую. Вот он пишет, завоевав политическую власть, пролетариат не прекращает классовые борьбы, а продолжать ее вперед до уничтожения классов. Вот скажите, пожалуйста, Виктор Павлович, как вы думаете, почему марксизм, идеология, марксистская идеология и коммунизм предпочитают продолжение войны? Ну? Уже на мировом, причем на мировом. Не войны. Это нельзя так это самое понимать в лоб. Пролетариат. Термин пролетариат означал, тогда, когда он был введен в науку общественную. Это середина XIX века. Тогда он означал, ну, униженных и оскорбленных в различных индустриальных странах. Вот положение рабочего класса в Англии, книжка Энгельса в первом, кажется, или втором томе собрания этого, второго собрания сочинений Маркса и Энгельса. Там описано положение рабочего класса в Англии. Сегодня аспиранты и студенты, видимо, ее не изучают. Но я изучал, я несколько раз читал, и каждый может прочесть. Там все описано детально. В каких нищенских условиях жили люди, создававшие материальные ценности того времени. Прочтет. Есть такого рода литература в XIX веке. Издавалось довольно много. Если мне память не изменяет, я могу ошибиться. Берлиф Леровский издал в конце XIX века, 1870-е, что-то время, о положении рабочего класса в России. Там тоже описано и так далее. На Ленина, если о Ленине, то его книга «Развитие капитализма в России» в конце XIX века написана. Тоже частично посвящена тому же сюжету. Даже книжка Крестовского «Петербургские трущобы», хотя она на уголовную тему написана, тоже там можно обнаружить довольно много такой литературы. Речь шла о конкретной жизни конкретного класса. Но когда Ленин использовал термин пролетариат для того, чтобы описать отношения между в его же работе какой? Детская болезнь ливизны в коммунизме. Между вождями, партиями, классами и массой, массами и классами. То там с помощью этого термина обосновывается необходимость господства партии, господства, следовательно, аппарата партийного над этим классом и массой. То, что пишет Мельвиль, оно справедливо, но при взятии термина «пролетариат» в кавычки. Под термином «пролетариат» понимается в данном случае господство определенной политической партии, захватившей власть в ее руки над пролетариатом и над населением всей страны. А то, стремится ли пролетариат к классовой войне или нет, это нуждается в конкретных исследованиях. В конкретных исследованиях. Как? Какую войну? О какой войне идет речь? Достаточно элементарного знакомства с историей гражданской войны в России, чтобы убедиться. Ну, на заводах Северного Урала рабочие различных заводов получали довольно основательно, числились в привилегированных слоях рабочих. Поголовно ушли с Колчаком воевать в советской власти. Рабочая оппозиция та же самая, которая в партии существовала, тоже тогда же утверждала, что от имени пролетариата партия их эксплуатирует и поступает соответственно. Пролетариат в состоянии разве объявлять эту самую социальную войну? Ничего такого не было за сотни лет. Этим всем занимался властно-управленческий аппарат. Достаточно, опять же, возьмите деловар, возьмите, чтобы ответить на этот вопрос, перечитай то, что пишет Васленский, то, что пишет Автарханом, то, что пишет Джилас, и там ответ на этот вопрос найдешь. Причем эти люди были искренны, особенно Милован Джилас. Он честно сражался на протяжении всей войны с фашизмом, сражался. Честно думал, что можно все-таки это переделать. И потом пошел, был вынужден пойти на конфликт, в том числе с режимом, установившимся в Югославии. Почему? Это все переведено, все это можно прочесть. Поэтому так в лоб термин пролетариат. Не это, было бы бессмысленно так трактовать. Это вот раздовидность такого жаргона политического языка, которым длительное время пользовался аппарат коммунистической партии для обоснования своего собственного господства. И вот эти указанные мной люди уже довольно давно, от полста и более лет, показали, почему эта терминология не отражает реального существа дел. Если я упомянул о Джилосе, то ведь упоминать упоминает, но мало кто читал Джилоса, хотя книжки его изданы, переведены, их можно прочесть. Ленина мы немножко там знаем, понаслышке хотя бы и прочее. А Джилоса, хотя бы идею Джилоса, коммуниста Джилоса, он членом партии находился тогда, был тогда членом партии, о том, что марксистская партия или выступающая от имени Маркса и захватившая власть в России осуществила на деле не революцию, осуществила революцию. Какую? Государственно-монополистическую революцию. Джилос ввел понятие государственно-монополистической революции. Вот в книжке его «Новый класс», советую тебе, Деловар, перечитай, обрати внимание, что он ввел понятие государственно-монополистической революции для того, чтобы идеологически обосновать господство политической партии, в данном случае, называющей себя марксистской, социалистической или коммунистической, над пролетариатом, если кратко. И вот это понятие развито недостаточно. Вот у меня аспирант как раз пишет про эту диссертацию. Государственно-монополистическая революция. Очень интересное понятие. Его детально надо по полочкам разложить и показать, как с его помощью можно описывать реальные социальные, исторические и политические процессы. Отчуждение политических организаций от населения, а также затем и от класса. Ну вот, предельно кратко, естественно. Хорошо. Спасибо вам. Потом, надо смотреть, надо смотреть, что там Мильвиль пишет. Я сейчас не помню, он грамотный. Он один из грамотных политологов, давно занимается, настоящий специалист. Это, может быть, он это пишет, эту фразу для характеристики того политического строя, который как раз складывался в России того времени. Скорее всего, есть какие-то. Да, есть, действительно. Да, так, это надо смотреть конкретно. Пожалуйста, еще какие-то есть вопросы. Павлович, вы когда сказали насчет Урала, вы имели Ижевцев и Воткинцев? Да, Ижевцев и Воткинцев, Матавилиха и т.д. Молодец, спасибо за вопрос. Вот все детально описано. Вот есть такой, это у меня сейчас кажется, книжки, это библиотечная книжка, как она называется. Недавно вышла, вылетела из головы. Такой популярный писатель, он историк, профессиональный кандидат исторических наук, много писал, но пишет. Может, кому-то попадалось, вот у него есть книжка о бароне Унгерне, у него вот есть книжка, я вот тут вспомню, это вы мне помогли вот сейчас, когда спросили о Воткинских рабочих. Такой генерал Пепеляев был очень интересный, тоже выходец из народа, он верил до конца, что с помощью народа можно осуществить что-то. И вот заканчивается его в книге, ну как же его, вылетело из головы. Ну ладно, потом в следующий раз я вспомню. Короче говоря, вот этот белый генерал, который воевал в составе затем войск Колчака, потом других, потом он к атаману Семенову перешел, короче, до конца сражался. И все это сражение закончилось, там он цитирует, как раз этот автор данной книги, карьеру этого Пепеляева, он потом подумал уже оттуда, из Харбина, рейс в Сибирь опять пойти. И там этим рейсом все это закончилось. Там его поймали, повязали, судили, расстреляли. А фраза очень мудрая. В конечном счете он пришел к мысли. У народа идеи нет. Нет у народа идеи. Вот в чем дело. А почему нет, это уже вопрос особый. Почему долго в цепях нас держали и так далее, как пелось в второй песне. Да. Прочищать мозги надо. Вот мой ответ на этот вопрос. Да. Конечно, Водкинских и так далее. Да. Пожалуйста. Еще какие вопросы есть? Спасибо большое за Ваше ответ. Вот. Ну, повторяю. Там надо, Вы понимаете, вот в этих заводах там настоящие были трудящиеся люди, мастера высокой пробы. Одни из лучших вот по степени развитости пролетариата, по степени политического ума, если угодно. Это очень интересное. Там же все настолько очень крайне было дифференцировано. Выпущено издание и недавно переиздано воспоминания Бабушкина. Она долгое время была под спудом. Это вот был выходец из настоящих рабочих, который знал, почем фунт лиха. Найдите его воспоминания Бабушкина. Там все выписано детально, как, несмотря на крайне мрачные, вообще бесчеловечные условия труда, жизни и так далее. Все таки находятся люди и среди вот этих беднейших слоев пролетариата, которые как стебелек сквозь асфальт пробираются к знанию, свету и так далее. Это тут так агулом судить нельзя. Надо по отношению к каждому конкретному человеку, за которыми стоят судьбы сотен, тысяч и миллионов людей. То есть, уровень бабушкина, рабочего, пришедшего к осознанию, ну, к осознанию того, что творится в России конца девятнадцатого, начала двадцатого века. А я обычным мастеровым, который выпивает, закусывает и так далее, ни о чем таком не думает. Это, как одесситы говорят, две большие разницы. А тут целая градация можно найти. Безусловно. Да, пожалуйста, какие еще есть вопросы? Слушаю вас. Я так понимаю, на этом на сегодня все. спасибо. Тогда до следующей среды. субтитры субтитры